Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru В Великобритании в очередной раз назвали места, в которых подаются самые крутые послеобеденные чаепития. Эта давняя традиция, когда-то в прошлом определением лучших послеобеденных чаепитий, занимался Британский совет по чаю. Тот самый, который теперь называется Чайно-травяной ассоциацией Великобритании. Старое название мне, кстати, нравилось больше. В нем был старомодный и тяжеловесный имперский стиль. А, новое какое-то травоядное. Извините, отвлекся. Номинации, в которых соревновались британские послеобеденные чаепития, тоже постоянно менялись. Раньше, например, отмечались лучшие отельные чаепития, лучшие чаепития в Лондоне и лучшие чаепития за пределами Лондона. Если мне не изменяет память, конечно. А она может запросто изменять, потому что они там постоянно что-то новое выдумывали. Ну, а сейчас, стало быть, определением лучших мест для послеобеденного чаепития занимается проект Автенун-Ти Каюк. Тот самый, который собирает информацию обо всех послеобеденных чаепитиях в Великобритании и Ирландии, устраивает Автенун-Ти Уик, публикует разные занимательные обзоры и вообще молодец. Я о нем писал неоднократно, хороший проект, и оценкой послеобеденных чаепитий он занимается по полному праву и в старом добром стиле. Ну, то есть не по картинкам и описаниям в этом нашем интернете, а живьем. Независимые, насколько это возможно в нашем мире, эксперты ходили по разным заведениям, заказывали Автенун-Ти и оценивали его. С учетом некоторого однообразия британских послеобеденных чаепитий, даже не знаю, завидовать этим людям или сочувствовать. Впрочем, они сами вызвались. Короче, по результатам всех этих изысканий 19 заведений были отмечены как отличные с чайной и послеобеденной точки зрения. А три заведения стали победителями в трех номинациях. Лучший традиционный послеобеденный чай, по мнению экспертов, подают в The Bowman Hotel. У них там все так сдержано старомодно. И картины со сценами охоты на стенах. Такие, знаете, где мужики в лосинах и собаки под жары. Картины мне понравились. Лучшее современное послеобеденное чаепитие подают в Камозы Халкин. Чаепитие там выполнено, ну пусть будет в тропическом стиле. С яркими салатами, чашками из половинок кокоса, морепродуктами, в деревянной посуде, со смузи. И там все такое явно здоровое-здоровое. Но не перестающее при этом весьма привлекательно выглядеть. Ну а лучшее тематическое чаепитие подают в The Waldorf Hilton. Чаепитие это выполнено с отсылками к героям диснеевской красавицы и чудовища. Чашка, чайник и некоторые десерты там с глазами. В колбе стоит аленький цветочек. Все как надо, короче. Детям наверняка должно страшно нравиться. Ну и взрослым, которые на этих картинках выросли. Все перечисленные локации являются отелями и находятся в Лондоне. Если вдруг кому недалеко и интересно, все адреса есть под ссылками. Ну и раз уж речь зашла о послеобеденных чаепитиях. В Ирландии, в Дублине, есть дорогой и красивый отель Anantara The Marker Dublin Hotel, который обещает всем своим гостям аутентичное ирландское гостеприимство. Многосмысленное обещание, но полагаю, что в случае с дорогим и красивым отелем его нужно интерпретировать исключительно доброжелательно. Тем более, что в этом отеле, как и в большинстве дорогих отелей на Британских островах, подают автонун-ти, традиционное послеобеденное чаепитие. В Anantara The Marker Dublin Hotel послеобеденное чаепитие называется Poetrient Place с поэзией и локацией. Чай там банальный, а вот закуски привязаны к разным объектам литературного наследия Ирландии. Получилось симпатично. Идея вроде как и простая, как десерт «Золотая рыбка» в кафе «Сказки Пушкина», но в привязке к ирландской эстетике исполнена очень качественно, особенно на информационном уровне. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова